Уполномоченные по защите прав предпринимателей в НАУ и Ненецкий окружной союз потребительских обществ подписали соглашение о взаимном сотрудничестве. Документ предполагает всестороннюю помощь и лоббирование интересов потребкооперации. По словам председателя союза Натальи Кордаковой, подписание этого соглашения – своевременный шаг. Несмотря на тесное сотрудничество с органами госвласти региона, поддержка уполномоченного по защите прав предпринимателей не станет лишней. Потребкооперация работает в сложных условиях Крайнего Севера, обеспечивая продовольственную безопасность 70% сельского населения. Причем в большинстве населенных пунктов проживают менее 300 человек, отметила Наталья Кордакова после подписания соглашения. То есть вести бизнес в таких условиях, естественно, невыгодно, и это социальный бизнес. Ну а так как у нас социальный бизнес, нам необходима тоже и защита. И поэтому сегодня считаю, что очень правильный и хороший шаг у нас сделан в подписании соглашений с уполномоченным по правам предпринимательства. Тем более на самом деле у нас уже сегодня есть вопросы, когда федеральным законом потребительская кооперация выведена из реестра малого и среднего предпринимательства. Я считаю, что это неправильно. И у нас есть уже понятие с уполномоченным по правам предпринимательства, каким образом мы будем отстаивать вот эту позицию. На взаимное, главное, эффективное сотрудничество нацелен и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ненецком округе Валерий Чупров. Экономические условия сегодняшние таковы, что где-то необходимо просто громче заявлять о своих интересах, о своих проблемах и так далее. Ну и отрадно, что потребительская кооперация хочет в данном случае скооперироваться с уполномоченным с тем, чтобы консолидированным каким-то мнением выходить, ставить вопросы перед органами государственной власти и их решать. Подписанное соглашение бессрочное, единственное отметили стороны, оно будет дополняться в соответствии с требованиями времени.